Лара, подскажите, как вам удается совмещать деятельность коуча, актрисы, заниматься активными, поддерживать активный образ жизни? Ага, давай еще, сейчас уже лучше было, кстати, зона С работает. Еще раз спокойно сформулируй сейчас внутри вопрос. И смотри, зрителю неинтересно будет это, этот вопрос зрителю будет неинтересен. Я поняла, но зрителю нужна какая-то выжимка, я не знаю, чем его можно заинтересовать. Любой тупой вопрос, вот поверь мне, любой тупой вопрос задаешь и все. Лара, почему красный цвет волос? О, хороший вопрос. Вот видишь, ты цепанулась через акцент, через меня и правильно сделала, молодец, причем свободно его задала. Поняла? Если ты первый раз вариант его вот такая вот была, сейчас ты уже свободно задала. Почему? Ты это видишь, ты понимаешь и говоришь. Вот, значит, у Сталина была трубка и усы. У, значит, у кого там, подожди, у Черчилля, по-моему, инвалидная коляска, у Боярского это шляпа. А, кто у нас, у Гитлера это усы и челка, у Лары Шума это красные волосы, понимаешь, это мой акцент. Я так выделяюсь, я так живу, меня так узнают. Как я вас понимаю? Мне вот нужно сейчас из этого вопроса, из вашего ответа, мне нужно вывести какой-то другой вопрос, чтобы он взаимосвязан, тут мне сложно. Эх ты, солнышко мое, замечательно. Вообще, если вдруг возникла такая ситуация в импровизации, цепляешься просто через акценты. Все, то есть ты поняла, что вот так, я Лара ответила про красные волосы. Какой я следующий вопрос, сразу сижу, думаю, какой там следующий вопрос, тем более так эмоционально, человек говорит, вот, пожалуйста. Вы всегда такая эмоциональная? Все, понимаешь, ты тут же, вот, это называется импровизация, из одного вытекаешь в другое. Я бы сказала, да, или я бы сказала, вы знаете, нет, по вечерам я шучу. Нет, конечно, я шучу, да, по вечерам я хожу купаться. Вот, я хожу купаться, да, ну, то есть, вы за здоровый образ жизни, тем более, я живу такая худая. Всегда, когда у тебя есть человек, можно через человека идти, и другому будет, людям будет намного приятнее. Поняла? Это тебе на следующий урок подготовка как раз, когда будешь смотреть, внимательно смотри, как работают люди за кадром или там в кадре. Дальше, теперь смотри, давай сделаем с тобой упражнение, ты мне сейчас расскажешь, от имени предметов ты мне рассказывала что-нибудь? Нет, наверное, нет. Теперь ты, старая шина, тебе надо рассказать твою жизнь от имени старой шины. Персонаж старой шины, что там у тебя было, что случилось? Учитываем сценическое время, учитываем полярности, значит, кульминацию, все вот это вместе, то, что мы проходили, мы сейчас это собираем и выдаем на камеру. Вперед! Я обычно валяюсь в гараже, да, мне скучно и страшно бывает, грязно и пыльно, но иногда меня накачивают и берут с собой купаться ребятня, и тогда все меняется. История, молодец, хорошая история, да, и начала с грусти, закончила. Надо бы, вот твоя задача, я все время говорю, переигрывать. Переигрывать. Вот тебе надо переигрывать, чтобы раскрепоститься, стать свободно, тебе надо переигрывать. Хорошая история-то была. Все, прямо, знаешь, вот тем более коротенькая, надо было прямо вот... Я старая пыльная шина. Ну вот что, вот прямо переигрывать, а потом... Вау, да, слушай, кстати, первый раз люди сделали такую интересную концовку. Вот сколько я даю это упражнение, ты первая, кто придумала, что меня накачивают, берут с собой купаться. Молодец, умничка. Так, поехали дальше. Теперь ты, давай так, переигрывай. Хорошо, Ирин? Теперь у меня нож в крови. Я не знаю, как я здесь оказался. Я вот не понимаю вообще, что происходит. Меня поставили, меня подбросили. Я ничего не знаю. Я поищу алиби, я требую адвоката. Давай еще раз. Нет, молодец, правильно. Что случилось? Почему он в крови? Ты зрителю не сказала этого. Почему он в крови? Это надо было произнести. Да, мы поняли, что что-то случилось, что тебя подбросили. А что случилось? Мы даже догадались, наверное, что. Как бы, да, ты кого-то убила. Где ты вообще? А какой ты нож? Нож, кухонный, охотничий ты нож. Ну, мне сразу же все-таки, да. Триминал какой-то. Вот. Может, где-то тебя сделали. Хотя тоже был интересный вариант вот этого. Нож в панике. Да, нож в панике. Да, нож в панике. Давай еще раз попробуем. Не знаю, как-то получилось. Не знаю, что на меня нашло. Меня подставили, меня подбросили. Да, был несчастный случай. Я ни в чем не виноват. Вот как-то так произошло. Прошу меня простить. Прошу меня простить. Доигрываешь всегда до конца. Не выходим. А где, чей ты опять то же самое все сказала? Нож ты чей? Ты охотничий, кухонный. Ты пересказала мне эту историю? Да. То есть он должен себе еще рассказать, да? Ну, нет, ты даже хотя бы сказать. Я лежал на кухне. Лежал на кухне, ничего не трогал. Я кухонный нож, вы понимаете? Я хлебушек резал. Понимаешь? Меня подбросили. Вот, кстати, очень хорошая юборезка будет. Меня подставили. И там адвоката. Да? Вот. Молодец. В принципе, интересно же. Вот у тебя находки интересные. Тебе и обыграть бы их. Вот интересные. Вообще было бы замечательно. Так, ой, давай попробуем. Так, мы сейчас сосредоточились. И от начала до конца мы делаем наш с тобой персонаж, который называется использованный презерватив. Я знал, что так будет. Я привык. Нет. Что я... Казалось бы, такая необходимость. Но меня просто использовали. Я устал. Я полезу к этому миру. Это я там не слышала, но смотри. У меня сразу вопрос такой. Я знала, что так будет. Что-то меня использовали несколько раз. Я думала, что проберут, постирают. Нет, я знала, что меня в любом случае используют. Ладно. Я знала, что меня будут использовать. Я знала, что так будет. Но я знаю, что я полезу к этому миру. У нас там один раз этот звук пропал, но ничего так. Хорошо. Слушай, ну, с кровавым ножом мне больше всего понравилось. С шиной тоже было интересно. Презерватив как-то... Ну, ладно. Будем считать, что сделано. Так. И теперь смотри. С презервативом я поняла. С презервативом ты полярности не сделал. У тебя ровненько все пошло. Если с шиной там начала с грустью, закончила радостью. Если с кровавым ножом тоже. У тебя там он начал говорить, адвоката дайте мне. Да, у него там паника началась. То есть тоже полярности смены эмоций каких-то. То в презервативе ты сделала все так ровненько. Я говорю, что он уже использовал, он уже использовал. Что-то... Ну, ты не использовал и закончил, а меня использовали. Все. Грустно, печально. Так. Теперь давай попробуем, закрепим материал. Давай сделаем с тобой стул. Такой, знаешь, стул в музее. Такой древний стул в музее. Вот. Это предлагаемое обстоятельство, то есть древний стул в музее. Давай, поехали, попробуем. У меня потрясающая работа. Я стою целыми днями. У меня потрясающая обстановка. Все так классно. На меня смотрят и гладят, и на меня фотографируются. Но да, скучаю иногда по ночам. Тараканы, может быть, проползают мимо. Не страшно. У меня потрясающая работа. Чего пять ровно сделала? Чего пять ровно? Национально, да. Не могу. Что могло произойти? Что могло? Жопа какая-нибудь садится. А, жопа садится. Мне нельзя садиться, потому что я исторический. Понимаешь? Все так хорошо. Да, я, я. Это, это все. Вот с ченой же получилось. Ну что, уже получилось? Ну, с ченой же я сразу представила, да. Своего, из детства своего шину увидела. Вот, молодец. Ну, запомни всегда, всегда, что должно быть начало одно, заканчиваем другим. Понятно? Это закон. Нельзя делать все ровно. Это неинтересно зрителю. Ты интервью берешь или корреспондентом работаешь, или там, допустим, видеоролик будешь снимать там про себя даже элементарно. Вот как видеовизитка. Что у тебя получилось? Начала ровненько, а закончила. Ведь улыбнулась. Молодец. Сказала. Не помню, какую-то там фразу интересную произнесла. Не помню. Ну, там что-то, я что-то дарю радость, что-то в этом. Я не помню, чем счастье, да. Что это у тебя, знаешь, так свободно получилось, ты улыбнулась. То есть, видишь, произошли полярности. Молодец. О, кстати, а по времени мы сколько, Анне, у тебя визитки получались? А что-то на 35 секунд максимум. Молодец. Да, это отлично. 40 секунд это хорошо, минуты это уже не очень хорошо. А ты молодец, ты справилась. Это просто у меня там много киноработ, поэтому она у меня минута. Да. Вот видишь, у нас даже с тобой урок закончился на полярности. Начали вроде как серьезно, а закончили, видишь, как посмеялись свободно. Так, значит, смотри, в любом случае, в понедельник, не знаю, за три минуты до начала эфира ты снимаешь новости, ты снимаешь интервью. Все, ну, сначала посмотри, пожалуйста, проанализируй. Раз тебе этот урок важен, то тебе будет очень важно все-таки проанализировать это и провести мне. Вот представь, что я буду очень в коме, ты мне говоришь, Ларочка, вот так-то и так-то мы с тобой. То есть, ты должна брать интервью, вот, используя там, допустим, какие-то слова. Если ты внесешь еще какие-то акценты, значит, возьмешь какой-то ракурс и вот что-то вот, вопросы, допустим, я бы вот ЛП задала бы такой вопрос, да. То есть, посмотри ее интервью. Вот я ждала этого вопроса, но она, к сожалению, я не буду сейчас раскрывать, какого вопроса ждала. Но она, к сожалению, его не задала, потому что все поклонники ЛП знают это. Но она сделала акцент на свист, а тот вопрос, который касаемо секса, это даже тебе не подсказка, ты все равно, я думаю, что, ну ладно, посмотрим, может догадаешься. Я бы задала и вот этот вопрос, то есть, да, девочка там, допустим, молодец, вот в этих вариантах, вот этот вопрос был лишний, это уже затянуто одно и то же, да, но вот я бы сделала вот так, да, условно, молодец очень. Тем более с Екатеринбург, это для меня вообще просто нонс. Вот, и, значит, используем там при интервью вот такие-то акценты, можно там использовать манипуляции, как делает это вот такая-то, 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 да. Какие темы можно использовать? Все, что, вот все, вот этот просмотр, который ты сделала, все, что пришло в голову, ты записываешь, неважно, какой бред тебе пришел в голову. Потому что иногда из бреда, тем более я уже тебя поняла, то, что нравится тебе и о чем ты думаешь это не говорить, получается все наоборот. То, о чем ты не думаешь говорить или то, что тебе нравится, это никуда не годится. А то, что ты как-то считаешь, что тебе нравится, это как раз здорово, это твой мозг, это закрытость твоего мозга. Дальше. Обязательно, что ты делаешь? Вот это вот упражнение делаем. Этими руками упражнение и обязательно возвращай, обязательно прощи прощение у себя. Потому что у тебя очень низкая самооценка, ее надо поднимать, надо нам уверенность. У нас должна в кадре визитка, быть уверен, говорится, любить себя, уверенно быть. Уберите это уже советское воспитание, а-ля будь никем и звать тебя никак. Убирайте это из своей жизни, я всем это говорю. Просто вот это хвост советского воспитания к нам еще идет. Тебя любить нельзя, себя хвалить нельзя. Мне вчера молодой человек что-то написал. Лара, вы такая красивая, я ему пишу, сейчас тебя зачитаю. После этого пишу, что это его проблема. Сейчас, подожди, это очень интересно. Вот я реально, я всегда так отвечаю, меня это не парит. Если ты не тянешь уверенного в себе человека, то это твоя проблема. Сейчас. Как вы красивы, Лара, я ему отвечаю. Да, сама от тебя тащу. Не скромно, ну ладно. Ты правила. А что ему должна была отвечать? Ой, да ладно, да это самая, такой скромницу показать, что ли? Ну, человек этого ожидал. С точки этикета, как минимум, нужно сказать спасибо на комплимент. То есть мне, как обычно, об этом так говорят. То есть, когда я не говорю, я знаю, да. То есть, конечно, я уже поняла, что я должна сказать спасибо. То есть, мужчина мне сделал комплимент. А потом уже спасибо, я знаю, да. Спасибо за воспитание, Юля. Я отвечаю вот так вот. Ну, люблю я себя, вот понимаешь. Ну, если вы комплименты от мужчин, все равно, значит, вы должны быть благодарны этим комплиментам. Я ему очень благодарна, что он мне перестал писать, Юля. Встречаемся в итоге. Потому что, знаешь, я не люблю эти переписки в интернете, а лучше вживую познакомиться. Твои сегодня победы, Юля. Так, мы встретились, ура. Ты написала расписание понедельник, всегда пятница. Поэтому мы занимаемся понедельник, всегда пятница. Все. По времени понедельника какое обозначим? Ну, если мы с тобой в 10.30, будет здорово. Ну, давайте. 10.30. Так, дальше. Разобрали визитку, у меня получилось неплохо. Хорошо. Я думаю, даже хорошо. За вторую визитку прямо поставь себе оценку 5 баллов. Молодец, умничка. Так. Поработали с интервью. Я могу. Я могу зацепиться. Я буду работать над продолжением. Смотри, сразу, вот прямо себе подставь, когда будешь снимать интервью, зону С. Вот прямо сразу ставишь себе зону С. То есть это сейчас для тебя как упражнение. Ты его должна отрабатывать. Везде старайся. Вот даже просто следи за собой. Заходишь куда-то в помещение, сразу попробуй, остановись немножко, поставь зону С и пошла. Вот сейчас это тебе надо машинально отрабатывать, потому что тебе надо вот учиться как раз жить не в зоне, а, как ты находишься, а разливаться уже. Поэтому прямо везде это теперь делай, везде применяй. Зашла туда, пошла. В туалет пошла, зону С сделала. В магазин зашла, зону С сделала. Ну, получается, я вот работаю тут над зоной С. У меня не будет этого энергетического минуса, так скажем, нет? Энергетического минуса. Мы все иногда устаем, у нас бывает замечательно, я это называю, женский день, это нормально, но это не значит, я не имею в виду там месячный, еще что-то. А бывает иногда просто женщине хочется, знаешь, поваляться в кровати, купить там вкусняшек и ничего не делать. Вот я люблю такой день. Это когда вот накапливается какая-то определенная усталость, я позволяю себе такое. Я просто лежу, смотрю какие-то фильмы, могу там сходить, даже не пойду прогуляться. Вот такое вот бывает, это нормально. Вот, поэтому ничего страшного. Я работаю на публику, на мир, мне кажется, что он из меня вычерпывает тем самым энергию. А я потом должна ее сама лично, сама справляться, чтобы ее восполнить. Вот я за это переживаю всегда. У тебя всегда, у тебя всегда есть энергия, Юль. Она, Юль, тем более ее можно в любой момент взять. Это чисто взять ее с Земли, отправить в космос, из космоса взять, чтобы у тебя двойной поток мимо тебя шел. Вот так можно восстанавливаться просто. Так, ты мне видео подсказала с ней. Ну да, потому что для меня это вечная тема. Я настолько боюсь раскрываться перед большим обществом, хотя у меня работа такая, что мне нужно это делать. Но я потом ищу так, 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 где мне ее черпать. Я еду в лес, я еду, я общаюсь с ребенком больше, я в семье больше, я читаю. Не надо, ты из нее берешь, не надо. Ты как вампиром становишься. Не нужно где-то, да, вот это все, себя обратно. Если в лес едешь, то вот, ноги ставишь на ширине плеч, и у тебя получается, ты как бы мысленно начинаешь, вот у тебя поток, он проходит, да, получается через позвоночник. Можешь йогой заняться по утрам, тоже очень замечательная вещь, вообще убирает все из тебя. И вот ты мысленно представляешь, как этот поток начинает у тебя тихонько вверх идти, да, вот представила, вот он у тебя пошел. Потом представляешь второй поток, как у тебя со вселенной спускается, и вот, а потом попробуй сделать так, чтобы они у тебя вместе соединились и просто шли мимо тебя. Ну, дерево, наверное, обнимаешь тоже, да? Да. Но смотри, в чем дело, когда ты общаешься с людьми, тебе надо работать на большой зал. А-а-а, у тебя лучше все пойдет, если ты возьмешь их в свою зону любви, понимаешь? Вот ты будешь работать в зоне А, ты от этого можешь больше устать, потому что это все внутри тебя, ты напряжена при этом. У тебя мышцы сами напрягаются, ой, жалко, что я не поставила запись, когда ты первый раз у меня интервью брала. Ты вот вся сжалась, и вот работа, от этого ты устаешь. А тут ты будешь свободна, ты знаешь, как в женском состоянии. Я тебе, я тебе скидывала видео, как за пять минут стать сексуальной. Да, да, я смотрела. Вот, там как раз есть вот это женское упражнение, не валяшки. Вот попробуй его сделать. Это ты входишь, знаешь, ты вот здесь наполнена, у тебя женское состояние, тебя хоть куда кинь. Хоть кто из зала там начнет, ну, что-то негативное, ты будешь просто качаться, она в тебя не попадет. Оно, оп, тебя качнуло, мимо прошло. Вот, и поэтому, вот это упражнение можешь делать перед, и это надо брать людей, энергия туда пойдет, и пойдет обратка энергии. Вот в чем дело, то есть пойдет взаимосвязь. А так ты в себе, люди, соответственно, остаются в себе, информация не доходит, и вот у тебя, получается, где энергетический блок. Теперь поняла, что надо в зоне С работать. Ну да, только это люди должны именно давать то, а бывают такие, которые не давят. Теперь люди ничего не должны. Теперь люди ничего не должны. Если ты будешь в зоне С, то все будет замечательно, Юль. Вот реально, потому что оно само обратно пойдет. Хочешь ты этого или нет, человек вовлечется, и он тоже хочет этого или нет, он тоже будет энергетически. Вот, вы все вместе соединитесь, и все будет замечательно. Ты чувствуешь себя намного лучше? Ну все, победа, только мне понравилась игра с персонажем, честно говоря. Я даже хочу ее использовать в каком-нибудь обществе, как интересная игра даже среди молодежи компании. Ну да, да, да. Ну может там разные другие придумывать предметы. Я лично остановилась, потому что, почему презерватив? Потому что человек сразу зажимается. Секс, все, у нас в советских времен секса нет. Человек скажет, ой, как у тебя в презервативе-то, да? И вот, кстати, у тебя пошло вот так вот ровненько, да? Старая шина, вот кровавый нож тоже, люди как-то немножко так сразу тоже тушеваться начинают, ну нормально. Старая шина, это потому что, ну старая и шина, вот что с ней придумать? Лежу я на помойке там, да? Вот. Как-то вот так, можешь там любые брать, там старый комод, новый комод, машина-мажора, значит машина-запорожец, ну что-то вот в этом роде. Все. Так, кто лучший из лучших? Я. Молодец, и я. Все, так что давай, Юль, мы с тобой на понедельник, хорошо? Все, хорошего тебе дня, давай.